Игры разума 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 Удобная, не совсем правильная Формулировка Одна, просто причиня Удобная правила Это те правила В которых играть не стоит Это как команде Дать 11 мячей Каждому из игроку Пускай играет Это не интересно Но действительно команда и бизнес могут сами разрабатывать правила, которые соответствуют их внутренней миссии, б соответственно самому бизнесу, который формирует в итоге результат. И эти правила должны быть ориентированы на максимальную полезность в рамках игры, вовлекая. Напомню, что еще один немаловажный элемент, что бизнес-игры это не просто на самом деле стечение обстоятельств рынка, а скорее это еще и целое наследие поколения, которое сейчас выросло в формате геймификации. Для них удобнее, приятнее и результативнее работать в формате игры, нежели работать по стандартной схеме 6-9, то есть 5-2 в неделю. Это дает возможность быть более продуктивными. И продуктивность, наверное, стоит во главе угла для любого сотрудника, который будет использовать правила этой игры. А как вы отвечаете на вопрос форума, как разгадать тактику оппонента? Как разгадать прототипирование, пожалуйста, бизнес-игра, она, по большому счету, на это и создана для того, чтобы создать примерный эмоциональный, вот, к примеру, один из запросов ближайших, который непосредственно у меня стоит, как разработать запросы, заранее запросы клиента, адресованные к исполнителю. И формат бизнес-игры предполагает максимальное погружение в роль клиента. То есть я клиент, что бы я сделал, если бы я был клиентом? Что бы я хотел, чтобы у меня было? Что бы я хотел реализовать? И какие бы в связи с этим у меня возникали бы сложности? Где бы я наткнулся на сопротивление, а где бы я, безусловно, нашел какое-то решение? И вот, погружаясь в эту роль, в роль в формате игры своего клиента, можно найти весь путь, который необходимо преодолеть, и тем самым быть максимально полезным своей компанией. А чем отличаются игры для руководителя и персонала компании? Ну, во-первых, правилами, во-вторых, динамикой, по одной простой причине, потому что для персонала это более фановая составляющая, в которой нужно просто немножко развлечься. Для топ-менеджмента это история, в которой им нужно решить задачи. Они четко понимают, какие задачи им необходимо решить. Иногда даже есть доля сопротивления со стороны руководителя, у которого уже есть точная точка убеждения, но она тоже решается через бизнес-игры, когда можно сказать, ребята, вы теперь не руководители, вы линейный менеджмент, либо там ниже линейного, и вам с позиции, условно говоря, линейного менеджмента нужно разработать решение, абстрагируясь от ваших возможностей и ресурсов, которые у вас есть в рамках топ-менеджмента и кресла топ-менеджера. Это позволяет их посадить совершенно в другую аудиторию, совершенно с другой точки зрения взглянуть на те вещи, и, как правило, подобные практики дают значительно больше результат. Они смотрят на весь бизнес, я беру сейчас про топ-менеджмента, смотрят на весь бизнес совершенно через другую призму. Точно так же иногда интегрируются задачи, которые связаны исключительно с топ-менеджерами, интегрируются в линейный менеджмент. Тогда они видят здесь пул объема работ, который стоит перед руководством. Они такие, о, слушайте, Сергей Семенович, он на самом-то деле решает не просто документные вопросы, а более серьезные стратегические задачи. И вот эти возможности, они есть. Но если прямо четко разделять, одни более серьезные и глубинные с точки зрения стратегии на год, другие более фановые, местечковые, создающие мотивационные элементы. Ну вот продолжая разговор о том, какие игры помогают руководители в кадровой политике, как они поддерживают и направляют в нужное русло? Ой, смотрите, с кадровой политикой, мне кажется, тенденция 2022, даже 2021-2022 и в перспективе 2023 года очень сильно генефицирована. Кадровая политика правительства Российской Федерации сейчас очень много прототипирует, они очень много делают. Вот я участвую в достаточно большом количестве ежемесячно порядка двух-трех мероприятий, в которых нужно кадровую политику топ-представителей госвласти, чтобы они смотрели и создавали через призм. Потому что их риски в рамках, если вдруг произойдет какое-то неправильное решение, их риски достаточно высоки, поэтому они изначально формируют командную работу. Более того, если обратить внимание на результаты сегодняшней власти, то можно четко сказать, что там есть команда образования. Оно было достигнуто через вот эти самые бизнес-игры. Они разные. Тут я не буду спорить, в рамках кадрового блока там немножко другая составляющая, другие задачи, более глобальные. Но суть и дело не меняет. Коммуникация, умение работать друг с другом, умение находить ресурсы, умение ресурсами обмениваться, умение находить дополнительные какие-то вещи. Все это идет в формате игры изначально. То есть они представляют, сможете, а как можно вот таким вот образом пообщаться с разными регионами, найти точки соприкосновения, найти решение в определенных задачах. Каким образом? Сесть за стол, обыграть эту ситуацию, придумать правила, которые могут быть очень похожи на жизненные или могут быть на жизненные, не похожи от слова совсем. И тем самым создать какой-то... Я вижу результат. Ну, честно скажу, я вижу результат среди кадров, потому что сейчас это прям четко сплоченные команды, вне зависимости от того, на каком уровне они находятся. Они знают, что нужно решить. Знаете, как неважно, кто в футбольной команде находится, из игроков в каком уровне социального статуса находится каждый из игрок. Единственное, что их заботит, это победа команды. И вот это формирование через игру можно достичь, когда вы понимаете, что вы одна команда, и решаете одну задачу. Победить, проиграть, сыграть в ничью. То, что касается самого ивент-форума в Санкт-Петербурге, насколько, по-вашему, полезна такая площадка и для кого в первую очередь? Смотрите, эта площадка полезна абсолютно всем игрокам, как минимум, ивенты мастер-индустрии по одной простой причине, потому что они здесь находят новые возможности и партнерские связи. Эта площадка полезна для тех, кто сюда приходит посмотреть, а как же на самом деле событийный маркетинг меняет структуру рынка и помогает бизнесам развиваться. Эта площадка полезна тем, что заранее и уже на протяжении долгих лет выстраивает хороший нетворкинг между регионами Российской Федерации, между субъектами Российской Федерации, давая совершенно другой масштаб для реализации проектов. То есть, грубо говоря, приезжая на евразийский ивент-форум, вы можете сразу выстроить партнерские отношения не только на Санкт-Петербург, но еще и на Москву, на Урал, Сибирь. То есть, по большому счету, охватив максимальное количество регионов. И реализовать проекты, которые в другой истории было бы просто невозможно. Ну, по-вашему, что наиболее интересного было в этом году на форуме? Что бы вы отметили? Знаете, очень много инсайтов, которые приходят в рамках дискуссий, в рамках различного рода общения. Очень четко видно тренд. Первый тренд – это все независимости, какую сторону они выбрали. Это заказчики, исполнители, продюсеры, подрядчики, ивент-организаторы и в целом, в принципе, игроки ивент-индустрии осознали одну простую истину. Четко это можно, по крайней мере, признать. Они являются одной большой командой с разными ролями, которая решает задачи. Чего не было, скажу честно, буквально года два назад. Раньше, если бы, ну, знаете, мы подрядчики, мы зарабатываем деньги на то, что мы оказываем услуги, вы заказчики, вы даете качественное ТЗ, и мы его реализуем. Сейчас нет, сейчас все решают хорошую задачу. Задача изначально поставлена со стороны клиента четко и правильно, и они вместе это решают. Это одно из, скажем так, одно из главных утверждений, которое делалось на этом форуме. Другое составляющее является большая палитра тех форматов, которые здесь представлены. И круглые столы, и дискуссионные панели, и питчи, и, соответственно, провальные дни, и работа над ошибками. Все это здесь происходит. Кто-то берет, перенимает этот опыт и реализует его у себя. Ну и в любом случае самое важное, это люди, которые сюда приехали. Здесь можно найти человека из Халина и с ним пообщаться, узнать, как у него в регионе обстоят дела, что он в регионе делает. И я бы хотел, чтобы, допустим, на Евразийском форуме в 2023 году, ну, здесь анонсирование как раз идет, в 2024 году сюда приехали представители еще и власти. По одной простой причине, потому что они могут свои инициативы реализовать через призму, соответственно, людей, которые здесь находятся. Потому что там, в регионах, у них есть уже возможные ресурсы. Спасибо, Руслан Сергеевич. На наши вопросы отвечал основатель сообщества модераторов и ведущих деловых мероприятий в России Руслан Бондаренко. Руслан Бондаренко.